Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть здесь уже немножко поинтереснее, машина, ну, немножко преображается, но не сильно все-таки Действительно не то, но есть историчность В этом действительно, ну, не будем отказывать внешнему виду Т-44-85 Что касается Аватара, я его ценностью вообще никакой не считаю Ну и в целом, ребят, 7500 вроде бы и немного, а в то же время машины далеко не самые лучшие в игре Но это мое скромное субъективное мнение, а вы свое можете написать в комментариях под данным видео И, кстати, ребят, данное видео входит в серию 10 видео, которые необходимо посмотреть и под ними написать максимальное количество комментариев По примеру, которые есть в ссылке для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше Хотите узнать более подробно, переходите на видос, ссылка на который есть в описании И поймете, о чем идет речь и что можно выиграть Ну, а в частности, выиграть можно премиумную машину Ну что, друзья, что хотел сказать по поводу внешнего вида Вот этот внешний вид стоит 865 голды, если покупать его отдельно вот здесь вот в магазинчике В то же время, ребят, вы можете взять себе, допустим, за 75 тысяч серебра вот такой камуфляж Или, допустим, вот такой И я не могу сказать, что вот этот действительно прям, ну, как-то там в разы лучше Ну, есть, да и есть, ничего уникального, ничего поразительного здесь абсолютно нет Поэтому за что платить, если покупать отдельно, я лично не понимаю В составе набора, получается, вам этот камуфляж падает абсолютно бесплатно По-моему, довольно-таки годно тогда получается Что касается того, на что машина способна Мне сложно, забегая наперед, что-то точное вам говорить По одной простой причине, потому что ИСУ-130 не является моей любимицей И я не могу сказать, что я сыграл огромное количество боев на ней Прокусил ее прям на все 100 Поэтому заценивать будем, в принципе, с вами, можно сказать, вместе Что касается орудия Орудие не повторяется с орудием, которое есть у проходной машины И это уже радует Здесь время сведения 3.3, разброс 0.3, что, в принципе, подразумевает довольно комфортную игру Что касается времени перезарядки, то 9 секунд И это с учетом того, что я поставил оборудование и амуницию В оборудке я добавил на ХП-шку, по одной простой причине, потому что брони нет Сейчас я вам это докажу Что касается среднего урона, то 460 единиц с пробитием 245 В целом годно, приятно, классно, но понятное дело, что ИСУ-130 будут сравнивать по определению с проходной версией С СУ-152, а там все-таки выбор орудий гораздо больше Угол склонения орудия вниз минус 6 В целом комфортно Я, играя, не получаю там каких-то негативных эмоций от того, что орудие вниз прям совсем не склоняется Я ничего сделать в бою не смогу Что могу сказать по поводу проходной версии Проходная версия даже в чем-то немножко повеселее Дело в том, что здесь, во-первых, есть на выбор 5 орудий Да, пускай базовое вам вообще будет неинтересно Но есть еще 4 ствола У нашей премиумной машинки, безусловно, ствол-то всего один Выбирать не еще И здесь, ребят, допустим, на одном из топовых орудий 640 единиц альфы 286 единиц пробития И при этом всем то, что действительно подкачивает Так это время сведения и время перезарядки Не нравится это орудие, можете переключиться на что-нибудь более интересное Но в целом, ребят, посмотрев на характеристики каждого из этих орудий Я лично прихожу к выводу, что У нашего героя сегодняшнего видео Все-таки самое максимально сбалансированное орудие Я говорю о том, что у него нет такого прикола, как Слишком большая эльфа и огромный разброс Здесь все в пределах разумного Вот броня, как выглядит у нашего героя Я бы сказал, что ее здесь нет Именно поэтому я и поставил себе Всю оборудку таким образом Чтобы добавить по орудию И, соответственно, добавить хп-шки Потому что брони здесь Ну, не к чему добавлять Она здесь просто отсутствует Что касается сравнения с другими машинами Это абсолютно среднячок Здесь нет ничего уникального Обычное пробитие Обычное, в принципе, альфа, как для ПТ Стандартное время перезарядки ДПМ не больше, не меньше, чем у других Я бы сказал, что тоже все среднячком Все то же самое касается и по максимальному количеству Пунктов, по которым можно сравнивать с машинами на уровне Единственное, что по подвижности машинка провисает Все-таки, ребят, не настолько комфортно передвигаться, как хотелось бы Но если вы играли на ИСУ-152 Или вам нравится ИСУ-152 И она до сих пор есть в вашем ангаре То вот точно так же вы будете передвигаться Потому что в отношении скорости и подвижности Машины, в принципе, максимально идентичны Доходность 170%, даже не 175 Это немножко удручает Хотелось бы, чтобы доходность была побольше Все-таки машина не очень живучая И порой ты не успеваешь сделать настолько много Чтобы за это хорошо получить серебро Что касается процента по победам 52% тоже не вашим, не нашим Есть ребята, которые более бодрые Но в основном все-таки машины Здесь с меньшей статистикой по победам И, в принципе, это подразумевает Играбельность данной машины Так или иначе Ну а значит, я думаю, что и у вас В принципе, будет получаться на ней отыгрывать Ну что, берем машину Меньше слов, больше дела Поехали из ангара В первый попавшийся бой Пока туда заходим Напоминаю, что Написав максимальное количество комментариев Под данным видосом Вы увеличиваете свои шансы На победу в розыгрыше премиумной машины Поэтому пишите комментарии Если вам лень набирать все пальцами Я вас прекрасно понимаю Возьмите, скопируйте комментарии Который в виде примера, в виде шаблона Расположен внизу в описании под видео Вместо вопросительных знаков Поставьте туда свой никнейм И поставьте туда свой ID От игрового аккаунта И вот такие вот комментарии Отправляйте Под данным видосом И под другими видео На превьюшках у которых Будет изображена соответствующая цифра Это четвертое видео Из серии 10 видосов Ну и, соответственно, еще 6 впереди Поехали Подвижность Как вы видите, машинки уходят вперед Туговато едем Но в целом, ребят Вполне приемлемо Я не могу сказать, что прям вот совсем Пол Есть, понятное дело, более подвижные машины Особенно из премиумных машин Но все же, ребят За все необходимо платить За что вы будете платить в данном случае? Вы будете платить за уронное орудие За орудие с плюс-минус комфортным временем сведения Не идеальным, ребят Просто комфортным временем сведения И будете платить за довольно неплохую точность Сейчас Дракула захочет немножко показать Корму К сожалению, не пробили Как так получилось? Не совсем понимаю Дракула вроде бы в этой части серенький-то совсем А у нас пробития, в принципе, должно было хватать Ну да ладно Вертиться на месте не очень бодро Не очень приятно Я не могу сказать, что действительно комфортно играть В этом отношении на данной ПТХе Но, ребят, ко всему привыкаешь Не то, чтобы я рекламил машину Но мне просто нечего о ней сказать плохого Ну вот серьезно Просто есть машины, те, которые действительно удручают Своими какими-то показателями Которые прям совсем невыносимые А есть машины, которые вот просто спокойные Просто нормально сбалансированные Не идеальные И в то же время не находящиеся там где-нибудь на уровне Плинтуса Или уж тем более ниже этого Плинтуса валяясь Дракула, давай Тянем время Сейчас его выгонят Давай, 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 давай Ну вот она, первая тычка практически на пол косаря Согласитесь, при запасе прочности в 1250 у Дракулы Это вполне нормально и очень даже приятно Когда ты накидываешь такой урон Так, спогнали Жаль, по ПТшить негде нормально На горке никого нет Так, ищем следующую жертву Вот что мне действительно нравится в сушках Что эти машины позволяют Находиться вот в таком вот поиске жертвы Причем стоя где-нибудь немножечко подальше Просто найти кого-нибудь Закинуть ему урона хорошенько Откатиться на перезарядку И играть в такой себе спокойный геймплей Главное, чтобы к тебе никто не приехал Потому что если к тебе приезжают То понятное дело, что твоя картонность Ничего хорошего тебе сулить не будет Ну что, будем вылазить, нет? Экшн икс Нет, уехал Не хочешь тычку получить Да что ж такое, вы с разных сторон-то наступаете Вот она, вот она картонность О которой я говорил Как только вы попадаете куда-то под раздачу Вас разбирают просто на ура Вам нечем, в принципе, крыть Вы, в принципе, груша для битья Сразу, по определению Поэтому ехать куда-нибудь на данной машине Остро не рекомендую однозначно Именно поэтому она и не является моей любимицей Потому что выживать на ней крайне сложно Играть постоянно где-нибудь на третьей линии Не все карты позволяют Короче говоря, машина Ну прям вот совсем-совсем Для любителей стоять где-нибудь в кустах Недалеко отъезжая от респа По-другому на данной машине Отыгрывать у вас не получится Танковать, ромбовать Вот эти все понятия Вы, в принципе, берете и сразу выбрасываете Они вам не пригодятся однозначно на данной тачке Что касается результативности Вот вообще ничего не делал Занял третье место в команде по урону Очень сильно удивлен Думал, что буду где-то там ниже среднего Спасибо за красивый ролик Но, к сожалению, пока мы не будем рассматривать данный камок покупки А будем рассматривать данную машину Которую берем и закатываемся в следующий бой Именно, ребят, продолжая тему разговора Из-за вот всех вот этих вот приколов В виде полной картонности Не сильно большой альфы Сравнивая с проходной версией на топовом орудии С крайней неживучестью данной машины Она и не состоит в списке моих любимец В целом, ПТшка неплохая Порой на ней действительно можно делать хорошие результаты Но это только лишь тогда, когда ты далеко не уезжаешь Когда ты находишься прям вот совсем-совсем вдалеке от своих соперников Когда твои союзники дают засветы И при этом они не сливаются Когда у тебя есть возможность нормально выцеливать И, соответственно, наносить свой урон Тогда да, тогда ИСУ-130 действительно может давать неплохие результаты В частности, и по настрелу Тогда вы, в принципе, и при своих 170% доходности Будете в прибыли находиться по серебру Но, ребят, в большинстве своем бои так почему-то не складываются Почему-то складывается так, что Если ты стоишь где-то вдалеке То не обязательно, что ты находишься на такой карте На которой ты сможешь нормально ПТшить Если ты подъезжаешь ближе, то тебя начинают разбирать Бывают бои, в которых вроде бы ты и урон какой-то наносишь Но при этом всем твои союзники сливаются Потому что в процессе того, как они подсвечивают тебе же Они подхватывают урон от соперников И соперники, в принципе, должны на фланге разобрать на одну машину меньше Потому что вас там нет, соответственно, минус ваша тачка на каком-то конкретном направлении Именно в этом всем и есть, наверное, один большой минус данной ПТхи Имеет ли смысл ее приобретать? Не знаю, ребят Давайте закончим бой Посмотрим на результаты Я вам выскажу свое мнение Ну а вы там дальше уже будете писать свое в комментариях Такс Как говорится, пользуясь случаем, прячась за Кейлером Кейлер, не уходи Мне будет без тебя грустно и тоскливо Прошли на проскок, ребята Отходим И вот одного нашего уже разобрали При этом все, мы сделали, грубо говоря, там 900 единиц урона Может, не полный косарь какой-то там накосили Ай-яй-яй-яй-яй-яй Вот прям совсем не в мою пользу размен пошел Такс Ну все Собираем вещи Ребят, помогите кто-нибудь Очень помощь нужна Редкий случай, когда машина не получает пробития Прям вот совсем редкий случай Доберем, не доберем Нет, не доберем Не хватило буквально какого-то там мизера Спасибо большое ребятам за то, что они Не ту кнопку нажал, еще и добрать меня успели За то, что они подскочили, помогли Но в принципе, меня это не сильно сбахло Помогло единственное, что набросать дополнительного урона Как вы видите, пробивается все Полностью все, что спереди находится В том числе и маска орудия Два раза у нас была пробита Но в то же время Какой-то где-то один рандомный рикошет Все-таки игра мне там как-то подкрутила Ну и, соответственно, меня туда не пробили Досматривать бой не будем Не вижу смысла стоять, тратить на это время Давайте выйдем в ангар Если закончится бой, пока будем обсуждать То тогда посмотрим на результаты А так, ребят, забегая наперед Спешу поделиться своим скромным мнением По поводу данной машины Станет ли она вашей любимицей? Нет, ребят, не станет однозначно Будете ли вы на этой машине часто играть? Да, будете, но только лишь в случае Если данная машина является единственной машиной Премиумной ПТХой на восьмом уровне В вашем ангаре В противоположном случае Вы подсяцкаетесь, подсяцкаетесь И на этом, ребят, вы перестанете данную машину гонять Ну просто потому, что она перестанет быть вам интересна Она не будет давать вам каких-то существенных результатов Фана и веселья Что касается проходной версии То эта машина добавляет дополнительных грузиков на весы В пользу того, чтобы не приобретать себе премиумную ПТХу Потому что здесь, ребят, есть у вас выбор Какое орудие с собой взять в бой И поверьте мне, особой разницы по геймплею Между ИСУ-152 и ИСУ-130 вы не ощутите Это просто мое скромное субъективное мнение По поводу того, как вы будете играть на данной машине И что вы будете от этой машины получать Мы получили в данном случае победу Мы накосили 2230 единиц урона Но сказать, что я получил от этого боя удовольствие Я не могу Потенциально машина может гораздо больше Вы можете стоять где-то вдалеке Набрасывать большое количество урона Вы будете получать знаки классности Периодически на данной тачке, безусловно Вы будете занимать одни из солидирующих мест В вашей команде Но при этом всем вы будете находиться На постоянном стрёме по поводу того, чтобы вас Не отправили в ангар Вот такая вот машина ИСУ-130 Мое скромное мнение по поводу данного аппарата Стоит ли его покупать, решайте сами Я для себя принял решение Что я себе на основу данную машину не хочу И покупать не буду И не потому, что у меня есть пресс-аккаунт На котором я могу эту машину выкатить из ангара А потому, что я не вижу смысла Тратить свою кровную голду На конкретно вот этот аппарат Который не сильно по геймплею По ощущениям от нее Отличается от проходной версии Что касается альтернатив То за 4500 Поверьте, вы всегда купите себе что-нибудь лучше Вот здесь рано или поздно появятся другие машины Которые будут гораздо интереснее Гораздо веселее Что касается набора за 7,5 То если вдруг все-таки ИСУ-130 и Т-44-85 Вам нужны И вы хотите себе их в ангар поставить То безусловно Это крайне выгодное предложение Если просто смотреть на ценник И на наполнение данного наборчика Единственное, чего здесь для полного жира не хватает Это 14 дней прем-аккаунта Но это мое скромное мнение А как я уже говорил Свое мнение Пишите обязательно в комментариях Я побежал снимать для вас новые видео Ну а вы подписывайтесь на канал Ставьте лайки Обязательно жмите на колокольчик Чтобы их не пропустить Всем благ Всего хорошего Мира вам, друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok